Слышно хорошо? Спасибо, Миша. Так, тогда сейчас посмотрим, подключился у нас YouTube или нет. И сегодня у нас будет тема «Целостность. Это единение». Добрый вечер. Да, она, видимо, немножко будет с опозданием. Ну, ребят, пишите вопросы и на YouTube пишите вопросы. И здесь пишите вопросы, кому как удобно смотреть, там пишите. И этот эфир, он продублируется ещё у нас в Телеграм-канале. Почему я решила такую тему сделать «Целостность. Это единение». Потому что я уже слышу не первый раз, как мне говорят, зачем цельному человеку больше никто не нужен. Если ты целостный, то тебе не нужен мужчина. Если ты целостный, тебе не нужна женщина. То есть ты вот такой вот весь цельный, и тебе больше никто не нужен. Ты живёшь сам по себе, сам для себя, тебе хорошо с самим собой, и всё замечательно. Но здесь же вы как бы всё в одну кастрюлю смешали. Это вообще не про это. Когда человек осознаёт себя, когда он понимает, что он цельный, когда он понимает, что ему хорошо с самим собой, когда он наполняется внутри себя за счёт себя, за счёт тех ресурсов, которые есть в нём, когда он понимает, что вся ресурсность — это вся ресурсность вокруг него. И только после проживания своего опыта самого себя, после раскрытия самого себя перед самим собой, ты уже становишься настолько изобильный, что ты готов из своего изобилия принимать такого же изобильного человека. Если мы говорим про противоположный пол, то есть тогда уже на том этапе, когда женщина полностью цельная, когда ей хорошо с самой собой, когда она осознаёт себя, когда она понимает, что у неё вот эта вот её любовь, её изобильность, когда уже выходит, выплёскивается из неё, она готова идти в принятие мужской энергии, точно так же касается и мужчины. Для следующей ступеньки, для следующей ступеньки единение. И когда она уже готова, когда она готова из изобилия дарить и из изобилия принимать, в этом случае тогда находится её вторая половинка, либо его вторая половинка. И тогда происходит уже следующий этап их становления. На этом ничего не ограничивается. То есть нет такого, про что я очень часто слышу, что человек стал цельным, у него всё замечательно, и ему уже больше никто не нужен. И всё, и человек что? Что ему никто не нужен? Что значит никто не нужен? Что он будет делать сам с собой? Что мы будем делать сами с собой? Ну вот мне хорошо с самой собой. Мне здорово с самой собой. Но мне точно так же очень приятно с детьми. Мне очень приятно с друзьями. Мне очень приятно с мужчиной. Мне это приятно, потому что я не хочу от них чего-то получить. Я не жду от них каких-то развлечений, чтобы они развлекли меня. Я не жду от них каких-то высказываний, приятных либо неприятных в свою сторону. Я с ними просто потому, что мне с ними хорошо, а они со мной просто потому, что им со мной хорошо. Им не нужно меня развлекать, мне не нужно их развлекать. Нам не нужно говорить приятные слова какие-то, когда мы их не чувствуем. Мы можем спокойно сказать правду, не оценивая её, в хорошо либо в плохо. И вот это вот и есть, когда ты переходишь на следующий этап самого себя. Это и есть тот этап, когда ты уже расширяешься, ты углубляешься, ты становишься глобальным, глубоким. И вот про что это, вот про что цельность, про принятие. А не про то, что ой, мне никто не нужен, я пошёл там в горы посижу и всё, и мне так хорошо. Думаю, наоборот, цельный хочет отдавать. Да, ребят, не бывает в одну сторону, не бывает, что только кто-то отдаёт, либо кто-то только принимает. Это нам навешали эти рамки, что мы всё время вот мы вот такие вот стали, и мы вот все вот в отдаче, вот мы такие хорошие. А принимать-то тоже, если ты отдаёшь, я отдаю, ещё кто-то отдаёт. Мы через какое-то время-то вообще скукожимся, нам что, если никто не принимает, кому отдавать-то? А цельные люди могут из изобилия принять. Точно так же, как из изобилия отдать. Понимаете? Это всё время круговорот, без ожиданий, безоценочный. Просто потому, что это течёт жизнь сквозь вас. Сначала через только тебя текла жизнь. Потом ты стал настолько большой, что ты готов в своё поле принять ещё других людей, через которых уже будет больший поток жизни протекать. И он будет более интересный, более глобальный. Поэтому моё личное видение, когда мне говорят, что цельному человеку не нужна вторая половина, когда цельному человеку не нужен второй, другой, второй, любой другой, второй, когда говорят, что цельному человеку уже и вообще никто не нужен, ему и так хорошо. Хорошо, но мы же не можем останавливаться. Мы с вами всё время же идём к более раскрытому себя. Мы же раскрываемся, мы же познаём, у нас же есть интерес. Если у нас не будет этого интереса, то что тогда у нас останется? Если у вас в жизни ваше нет интереса, если вы говорите, вот мне хорошо с самим собой, сколько будет хорошо? Ну как хорошо? Ну да, но ты... Сколько тебе будет интересно жить в отшельничестве с самим собой? Вот этот вопрос. Не у кого-то спросите, а сами попробуйте. Что для вас тогда это будет? Отшельничество. Где ваш будет интерес? Вот посмотрите, если в вашей жизни отсутствует интерес к чему-либо, значит, этого чего-либо, к чему отсутствует интерес, его для вас не существует. Понимаете? Если вокруг вас всё, что существует, это существует только за счёт вашего интереса. Если вам неинтересна, я не знаю, там, какая-нибудь там планета Крабадиба, она вам неинтересна, значит, она не существует для вас. И всё в вашем мире, в этом мире существует только за счёт интереса к самому себе. И когда этот интерес к самому себе вы хотите сделать ещё больше, ещё глобальнее, то тогда вы начинаетесь единяться с другими энергиями. Женщина единяется с мужской энергией. И когда говорится, вот когда женщина единяется со своей мужской энергией, с той мужской энергией, которая подходит под её вибрации, то тогда они начинают расширяться, они начинают углубляться, они становятся максимально глубокими, большими, и всё, что происходит уже в их мире, оно просто расширяется, оно просто становится невероятным. Таким никогда не будет, когда человек будет один как единица. Ребят, задавайте вопросы, я поотвечаю, и сегодня буду отключаться. Еще вопросы задавали про ретриты. Ребят, я не успеваю, не всегда успеваю всем отвечать, так уж получается. Поэтому давайте еще раз здесь отвечу. Который будет ретрит 21 августа в Сочи, трехдневный, Жескачевский. Если кто-то мне пишет, что «Ой, я пойду», это значит, что вы ничего не написали. Давайте будем откровенными. «Я пойду» все время должно иметь под собой какое-то подтверждение. И на трехдневный мы не сможем взять абсолютно всех. То есть вот сейчас вот были заявки, мы много заявок просто отмели. Потому что понимаем, что нет смысла вести тех людей, которые не готовы. Потому что мы же не просто так заявляемся. Мы заявляемся, что за три дня вы перейдете в автономию. Вы поймете, что это такое, вы поймете, что это игра в еду. Вам будет неинтересно. Это абсолютно разные вещи. Если уж мы сделали такое глобальное заявление, так будьте добры, тогда уже идите те, кто к этому готов. Кто не уверен, кто еще думает, как бы, а нужно ли оно мне, а нашел ли я себе, а кто я, а я это тело, тело это я, там еще что-то. То тогда 26 сентября, это уже будет в Лоу, я его буду проводить одна, этот ретрит. И там я буду как раз распаковывать ребят, и будет распаковка, тоже распаковка будет абсолютно другая. То есть там не будет никаких вещей, как говорится, которые я говорю в эфире. Там будет про другое, и там будет, тоже буду вскрывать, вскрывать буду я, вскрывать будут ребята. Вы с этого ретрита не уедете, таким, которым вы приехали. Это будет стопроцентно ваш выход из той реальности, в которой вы живете. Это абсолютно точно. То есть там никого... Что значит Жескачевский? Это значит, что не каждый готов принять многие вещи. И так как мы не можем многие вещи принять, мы вываливаемся из этой реальности. То есть мы говорим... Я, например, говорю, вот это вот красное. Ты говоришь, не, это мягкое. Думаешь, что я слушать? Я там 30-40 лет слушал, знал, что это красное, а она мне сейчас всю картину мира мою рушит. Да, ребят, я буду рушить. Картину мира я буду рушить. Я не иду через поглаживание, я не иду через бантики, цветочки. Я уже об этом говорила. Я иду через правду, через тотальную правду. А тотальная правда, она чаще всего неудобная. Давайте так уж по мягонькому скажем, да? Неудобная. И многие её даже слышать не хотят. Не потому, что её слышать не хотят, потому что она там... Вот я её не буду слушать, потому что я не хочу это использовать. А реально некоторые не слышат. То есть ты ему говоришь, а он говорит, а как это? Не срабатывает вот этот щелчок. То есть многие вещи человек, если он не готов, он не может услышать. То же самое, что когда мы говорили в течение двух-трёх месяцев, или сколько у нас был клуб вечный. Клуб вечный, кстати, мы закрыли. И сейчас вот будет, наверное, будем через ретриты, потому что всё, что мы могли через смс-очки, мы это дали. Теперь нужно через энергетику и прямо туда, и вытаскивать всё наружу. Поэтому вот он будет такой, что буду вытаскивать из вас то, что в вас сидит, то, что вы не хотите. Потому что вот я ещё раз говорю, вот был вот этот вот клуб у нас вечный, да? И вот мы разговаривали на протяжении двух-трёх месяцев об одном и том же. И сейчас человек, который пишет, который был в этом клубе, который активно был в этом клубе, так скажем, он задаёт этот вопрос. А вот это, вот это? Про что мы говорили три месяца? И ты понимаешь, что как бы ты ему ничего нового сказать не можешь, но чтобы у него перещелкнуло, это нужно уже, чтобы он, я не знаю, чтобы он уже был рядом и пройти за яйца. Потому что по-другому уже это через вот это, ну посмотри вот это, ну убери вот это. Он говорит, куда посмотри, чего убрать? Мы же очень многие, про ретрит в Лоу есть информация, про ретрит в Лоу есть информация на прикреплён сайт Bittrex. И там есть вся информация. Стоимость, он будет с 26 сентября по 1 октября. Это будет в ретрит-центре Нараяна. И там всё, ну там всё описано. Если вы хотите какой-то, какой-то план, что там будет, плана у меня нет никогда. И никогда его не будет. Я смотрю только по чувствам, по ощущениям ребят, что они сейчас чувствуют, куда их нужно вести. И так я их вывожу. Поэтому мы тут в бирюльке играть не будем. То есть мы будем вот, если что-то нужно, если готовы идти и менять себя, прям целиком менять, ребят, это не про то, что вот я там, вот у меня что-то там не клеится, я поехал съезжу на ретрит, вдруг всё будет. Нет, план не нужен, хорошо. Вдруг всё будет хорошо. Возможно, вы приедете с ретрита, у вас вообще всё повалится. Потому что вы поймёте, что вы, оказывается, не так хотели жить. Вы, оказывается, не тем занимались. Не туда шли, не на тех смотрели, не тех обнимали, не тем говорили. Это всё вообще не про то. И да, у вас это разрушится, но это разрушится через боль к самому себе, через такую боль тотальную, которая приведёт вас к истинной любви самого себя. Понимаете? Это про другое. И когда вот эти вот разрушения, они пойдут через любовь. только к самому себе через такую боль тотальную, которая приведёт вас к истинной любви. Любви самого себя. Понимаете? Это про другое. И когда вот эти вот разрушения, они пойдут через любовь, вот эта вот боль, когда будет вылазить через... как эта вот чёрkk рода, надensemble из этих вот nên, ты не mansная как бы. И это да. И когда про другое, Что к церкви? Если уб�ки две tiveки, почему infection естественно не тебе, они такие души нет, Ты знаешь, кто ты смеёшься?